Здравствуйте! Расскажем о последних трёх играх молодёжного чемпионата мира по хоккею, который стал рекордным. Его транслировали 12 стран. Матч за выживание выиграла Германия 6-0. Именно эта сборная отправится в следующий раз в Канаду, а вместо Казахстана элиту пополнит сборная Австрии. Коротко об игре. Казахстан старался использовать высокий прессинг, и поначалу это давало плоды. Но наступил роковой второй период, который вновь был провален. В нём было пропущено 4 шайбы за 4 минуты. Немцы учли ошибки прошлой встречи и не давали казахам использовать стремительные атаки. Итак, в серии до двух выигрышей победила команда Германии 2-1. Доминик Бок забросил дважды в этом поединке и довёл Калиста своих голов до 6-ти. Он же является лучшим бомбардиром своей сборной. В его активе 8 очков. Матч за бронзу был важен в равной мере для Швеции и Финляндии, так как сборные боролись буквально на каждом кусочке площадки. Особенно показательным был второй период, когда шайба не задерживалась в центре, а игра шла от ворот до ворот. В итоге 3-2 в пользу шведов. Расмус Сандин отличился во второй игре подряд. Самюэль Фагема огорчил соперников в 8 раз на протяжении всего чемпионата. Он забил в 6 матчах и 7, только чехи не ощутили его мощь. В составе финнов, которые имели меньше времени на отдых, Пустойла стал лучшим бомбардиром этой сборной. И между прочим, лучшим снайпером. 8 очков, 5 шайб и 3 передачи. Можно напомнить, что в группе сборной завершили свой очный матч с таким же результатом, но в овертайме. Добавим, что за последние 12 месяцев это их шестая встреча. 5 побед у шведов и только одну одержали финны. Финал, Россия, Канада. Обе сборные имели 3 и 4 матчевую победную серию перед этим поединком. Знаете ли вы, что команда уже третий раз на этом турнире не сумели забросить шайбу в первом периоде 0-0? Но канадцы были острее. Они хорошо помнили, что несколько дней назад уступили в стартовом периоде 0-3. Заключительный период стал решающим, в котором российские хоккеисты допустили ряд ошибок и упустили победу. Но тем не менее, они доказали всем скачущим недоброжелателям, что у нас есть перспективная молодежь и мы играем в финале. Возможно, вам будет интересно, что канадцы закинули за этот чемпионат 32 шайбы, а пропустили 17. У сборной России 27 шайб заброшено и 17 пропущено. Самая последняя игра этих коллективов закончилась в группе 4 дня назад. Результат вы прекрасно знаете 6-0. А вот ровно год назад Россия также победила в группе, но со счетом 2-1. Каждый день меняется картина в списке лучших бомбардиров. Итак, итог. Швед Фагема завершил турнир с 13 очками в активе, 8 голов и 5 пасов. Напомним, что на прошлом чемпионате лучший бомбардир заработал всего лишь 8 баллов. У Хюгландера 11 очков, у Сандина 10. Шведскую тройку разбавили канадцы Хейтен и Лавренье, у которых 12 и 10 пунктов соответственно. Фагема стал лучшим среди снайперов. Он в 8 раз отличился на этом турнире. 6 шайб у немца Бока и Хейтена. Ассистенты. У Зеграса из США 9 голевых передач. 4 хоккеиста отметились 7 раз результативными пасами. Это Сандин, Танос, Линквист и Адисон. Следующий. Молодежный чемпионат. Спустя год вновь примет Канада. А где пройдет будущий чемпионат мира среди национальных команд? Кто попал в какую группу? Узнайте из следующего выпуска. 6 января нас ждет итоговый выпуск. Ставьте класс, если информация была полезной. До встречи на спортивном.